Новый этап в развитии российского футбола в Барнауле открыли филиал столичной академии Динамо имени Льва Яшина, пополняя в состав как региональных команд, так и московского Динамо. Об этом дне мечтали больше года. Переговоры со столицей шли с февраля 2020 года. Тогда москвичи еще выбирали в каком городе Сибири открыть отделение, но предпочтение отдали нам. Открытие таких центров, которые на системной основе занимаются развитием детско-юношеского спорта, на системной основе занимаются воспитанием подрастающего поколения, наши молодежи, конечно же, дадут свои результаты. В нашем случае сыграл Козырь, свое Динамо солидной истории и целой плеядой профессиональных игроков. Например, полузащитник Владислав Камилов из клуба Уфа, Александр Ерохин из питерского «Зенита» и Александр Соболев, который сейчас выступает за «Спартак» и после долгого зачишья забил гол в российской премьер-лиге. Довольно трудно. Соболев, Соболев! Ну а вот это выход один на один. На тренировках они дисциплинированы, а на поле не боятся брать игру на себя и рискуют. Я не из практики скажу, а просто футбол меняется, быстрота меняется, поэтому на это надо смотреть. Быстрота движения, быстрота мышления. 250 юных футболистов уже зачислены в региональный филиал. Возраст будущих звезд от 7 до 20 лет. Наборы будут каждые два года. Центральная школа в Москве берет на себя траты на эгипировку, взносы, выезды и современные технологии. А поможет им в этом региональный банк ВДБ. Мы планируем, что они будут отслеживать прогресс воспитанников с помощью датчиков, которые мы купим. Это и датчики контроля сердечных сокращений, и датчики контроля скорости. Все эти данные будут вноситься, и мы сможем уже строить прогнозы по воспитанникам, кто будущая звезда, кто отстает, кто прибавляет и так далее. Это поможет быстрее раскрыть потенциал игрока и вовремя внести коррективы. Кстати, подобные методики используют в некоторых испанских командах. За хорошие результаты юные футболисты получат шанс пополнить ряды столичных академиков. А там один шаг до профессионального футбола. Московские наставники верят, что через 3-5 лет такой подготовки у нас появятся яркие футболисты. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов. День с толком.